идет прямая трансляция окей и мы на ютюбе создание собственной команды самый выгодный маркетинг маркетинге тогда ожидания по сути наша задача продвижение бизнеса привлечение клиентов и увеличение товарооборота помощь людям где-то год наверное мига бегала вот с таким же тумблером довольно я не совсем понимал ее радости пока сам себе не взял такой тумблер очень удобная бутылка удобно из нее пить так употребляя продукт давая рекомендации помогая людям расширять свою команду ох ирина как вы классно ответили это по сути как раз таки те четыре аспекта которых и сегодня буду говорить так использование продукции предложения другим приглашение в бизнес хорошо давайте давайте еще четыре минуты у кого еще какие варианты так интересно как вы это будете видеть использование продукции предложения другим прибыль стратегия приглашение в бизнес ответы на возражения гульзада вы зашли не поздно у нас еще три минуты мы пока делаем небольшую разминку так так надо кормить намазать оздоровить осчастливить себя любимого и близких вокруг прикольная подача сделать всех людей богатыми обеспеченными и здоровыми качество цена что был за вопрос вопрос был в том что как вы думаете в чем заключается суть бизнеса мы сегодня будем говорить как раз таки раскрывать эту тему в чем суть бизнеса в атоме потому что я люблю повторять что это наверное самое сложное понять в чем заключается суть бизнеса как здесь преуспеть как здесь добиться максимальных результатов как попасть во все возможные клубы потребляет рекомендовать приглашать обучать помогать построение системы так за счет привлечения людей создать сеть потребителей тем самым увеличивать товарооборот сделай товарооборот так отлично давайте еще одна минутка ценности продукта ох народ повалил стараться принести пользу создать команду сбалансированная жизнь учиться бизнесу мы не продажники товара так учиться бизнесу надо чтобы полюбили продукцию атоме это стиль жизни классно а я в центре окно что друзья время подходит мы скоро начинаем после химахима я заправился водичкой открываем нашу презентацию суть бизнеса в атоме так зал ожидания все я с организаторов попрошу людей впускать я больше на зал ожидания не буду отвлекаться мы начинаем что друзья всем добро пожаловать на нашу встречу сегодня мы поговорим о сути бизнеса о сути бизнеса в атоме меня зовут владимир хигай я являюсь стармастером мы этот бизнес строим вместе с моей супругой мою супругу зовут мико хигай и стармастер на данный момент это самый высокий ранг в россии и так же мы состоим в royal клубе лидерский royal клуб это элитарный клуб в нашей компании куда входят партнеры чей заработок превышает 200 тысяч долларов в год условно простым языком на данный момент всего четыре человека по всему снг входят в royal клуб вот мы одни из них для чего я это говорю может быть кто-то меня не знает это во первых и во вторых для того чтобы пояснить все таки о чем пойдет сегодня речь сегодня хочу поделиться своим видением я хочу поделиться тем что было у меня в голове что есть у меня в голове самого начала и в процессе как все это развивалось я не знал как это преподнести чтобы это можно было раскрыть за один час и поэтому чаще всего мы вот суть бизнеса преподносили в нашем командном обучении который называется путь лидера и она длится четыре месяца это закрытое обучение и сейчас получается за один час я постараюсь рассказать вам всю суть которая была заложена в это обучение благодаря визуализации которая вот пришла мне в голову я долго об этом думал как сделать так как рассказать людям как поделиться своим видением и вот добро пожаловать так ну атомная основа это четыре квадранта успеха в атоме когда у меня спрашивают когда задают вопрос какой я могу совет дать новичку я всегда вкратце отвечаю разобраться что к чему и вот это разобраться что к чему заключается в четырех квадрантах это познакомиться с компанией понять что это за компания что она себя представляет какие у нее неиспоримые преимущества перед другими чем она отличается в чем уникальность история планы масштабы развития и т.д. и т.п. в общем все что касается нашей замечательной компании награды регалий достижения и актуальность следующее это разобраться в бизнесе в чем же заключается бизнес как здесь зарабатывать откуда берутся деньги как мы здесь можем заработать сколько мы можем здесь заработать далее идет знакомство с продукцией без этого добиться успеха в компании я убежден очень сложно и это видение приобретение видения когда у нас складывается пазл мы видим куда мы можем прийти если будем здесь работать вот это я называю атомной основой это я называю вот квадрантами нашего успеха если у нас это основа прочная если мы все это имеем то это идеальный правильный старт в нашем бизнесе и первый уровень обучения путь лидера как раз заключается в том чтобы заложить эту основу познакомить человека с компанией объяснить откуда берутся деньги смотивировать человека на то чтобы он познакомился с продукцией что-то для себя попробовал и чтобы он приобрел видение чтобы у него появились ответы на главные вопросы почему у него это получится зачем ему это надо как он здесь добьется успеха почему в общем где куда откуда почему зачем и как и соответственно четыре основные направляющие здесь действия которые буду раскрывать как раз вот то о чем говорила ирина а я вот на самом деле даже удивлен насколько совпадает да видение ну по сути я думаю это не секрет я думаю все вы тоже прекрасно это понимаете и практически на все эти четыре аспекта я увидел в чате ответы то есть это построение сети то есть без этого никак так у нас сетевой бизнес сеть строить нужно так так это развитие личного бренда не все развивает свой личный бренд но я убежден что это тоже необходимо если вы хотите добиваться высоких результатов без развития личного бренда это будет очень сложно может быть мастером продаж или бриллиантов мастером вы еще можете успешно стать не развивая личный бренд но империал мастером хотя тоже возможно но это будет не очень эффективно так следующее это видение то есть не секрет и четвертое это масштабирование то есть масштабировать свой бизнес захватывать весь мир и вот об этих четырех вещах мы более подробно сегодня поговорим давайте вот уменьшаем масштаб вот моя атомная основа она в самой середине и четыре такие вершины четыре направления построение сети масштабирование d я тут чуть поменял это девиз и б это бренд личный бренд ну что давайте начнем с построения сети первое что здесь идет построение сети потребителей то есть понятно да без этого никак и когда задается вопрос кто в нашем бизнесе важнее потребитель или дистрибьютор многие говорят что дистрибьютор но большинство лидеров и большинство лидеров кореи сходится к тому что все таки потребители важнее почему потому что если у вас будет только сеть дистрибьюторов и не будет потребителей то ваш бизнес будет умирать неизбежно если у вас будет сеть из потребителей она будет расти ваш бизнес будет неизбежно расти и среди потребителей у нас здесь всегда вырастают дистрибьюторы что значит всегда всегда значит на самом деле всегда просто не не такой большой процент но Но большинство лидеров нашей команды как раз-таки выросли из потребителей. Далее, построение сети дистрибьюторов. Без этого тоже никак. Если мы строим только сеть потребителей, нам сложно выходить на высокие ранги. Практически невозможно опять-таки. И третий аспект – это работа с командой. Три основных аспекта в построении сети. И давайте поподробнее рассмотрим некоторые из них. Точнее все. Первый – построение сети потребителей. Что здесь идет? Первое – это продажи. Сейчас, может быть, кто-то захочет кинуть в меня тапок, то, что мы здесь ничего не продаем. Но я всегда говорю, что продажи – это инструмент в построении нашего бизнеса. Это не суть нашего бизнеса. Это не то, чем мы должны заниматься. Но благодаря продажам мы можем увеличивать нашу сеть потребителей. И продавать можно не только продукт, продавать можно саму идею. Саму идею нашего бизнеса, саму идею интернет-магазина, премиальных товаров по оптимальным, самым низким вообще возможным ценам. И суперкачество по суперценам. Продавать идею возможности изменить свою жизнь. Идеальный бизнес онлайн-платформы и т.д. Но также надо понимать, что кто умеет продавать и продукт, у человека есть хорошие возможности для того, чтобы увеличивать свою потребительскую сеть. И очень важно понимать здесь такую вещь. Это вообще отдельная тема для разговоров. Но то, что продажи без PV – это один, наверное, из самых сильных источников разрушения нашего бизнеса. Поэтому, если мы что-то продаем, то продавать надо через платформу, через сайт, через регистрацию человека, через его ID, через его пароль. Только в суперредких случаях, если, может быть, это, не знаю, там, ваша мама, и она хочет что-то купить, и можно как-то этот заказ провести через другого человека. Но практически во всех случаях нужно заказы проводить через человека, который совершает покупку. Почему? Как я сказал, это тема для вообще отдельного семинара, почему это приводит к разрушению бизнеса. Потому что, ну, по сути, у нас интернет-магазин, и да, в этом заключается как бы суть, что нам нужно приводить людей, чтобы они сами совершали покупки. Бывают структуры, бывают лидеры, где человек только за счет активных продаж строит структуру. Только за счет активных продаж у него товарооборот и закрывает ранги. Но на активных продажах далеко не уедешь. Продажи – это хорошо, но надо понимать, что нам нужно, чтобы люди сами умели покупать. Но, тем не менее, продажи – это один из самых мощных и результативных инструментов построения нашей сети потребителей. Далее, продвижение. Продвижение – все, что к этому относится. Это может быть реклама, любое продвижение вас, компании, продукта, который так или иначе как-то ссылается на вас, чтобы вы могли человека добавить в вашу сеть потребителей. И рекрутинг. Рекрутинг, наверное, самое главное, самое сильное и важное. И рекрутинг относится не только к построению сети потребителей, но и к построению сети дистрибьюторов. Что в рекрутинге? Для кого не секрет. То, что есть сообщение, звонок, встреча. Звонок всегда лучше, чем сообщение. И встреча тоже всегда лучше, чем звонок. Что доступно? Не всегда доступна встреча и не всегда доступен звонок. Поэтому, если невозможно позвонить, то сообщение тоже отправить можно. Так, и продукт продукта. Это еще один вид рекрутинга, когда вы рекрутируете людей своим существованием, своим присутствием, когда вы сами становитесь продуктом продукта. Когда люди на вас смотрят и либо видят результаты на лице, либо видят результаты изменения вашей жизни и интересуются, где вы, что вы, почему и как. Без рекрутинга, друзья, тоже далеко мы не уйдем. Дальше. Как можно еще построить сети дистрибьюторов? Это светиться. Светиться на различных мероприятиях, на обучениях, на семинарах. Стараться побывать везде, где только возможно. И семинары онлайн, например, которые компания проводит. Записывать видео, отправлять свои ролики. Выездные семинары. В общем, везде, где вы можете поучаствовать, участвуйте. Потому что это тоже часть бизнеса. И вот светиться соприкасается тоже с тем, что продукт продукта. То есть, когда мы светимся, мы показываем всем то, что мы тоже являемся продуктом продукта. То есть, продуктом компании Atomi. Так. О. Обучение. Тут у меня стрелочка куда-то убежала. Ну, следующий аспект – это обучение. Стрелочка убежала. Она должна была относиться к работе с командой. То есть, обучение – это такой аспект очень важный, который относится и к построению сети дистрибьюторов, и к работе с командой. Каким образом из потребителей вырастают дистрибьюторы? Во многом благодаря обучению. Когда человек – потребитель, когда у него есть представление, понимание компании, когда он познакомился с продуктом, у него появилась вера и доверие к продукту компании. И если он начинает участвовать в том обучении, которое вы организовываете, он начинает понимать. У него начинает закладываться вот эта атомная основа, наши квадранты успеха. Видение – видение, компания, бизнес и продукция. Так, ну и для работы с командой обучение тоже необходимо. Потому что за один раз, как бы вы хорошо, чтобы вы не преподнесли, люди все равно не поймут всего того, что вы хотели сказать. Поэтому обучение в структуре тоже должно быть постоянным. Обучение не должно стоять на месте, оно должно развиваться, прогрессировать, и ни один человек должен этим заниматься. Этим должны заниматься и лидеры, и партнеры, и дуплицируя друг друга. Так, как они все улетели? Так, ну ладно, я потом после поправлю. В общем, эти все относятся к работе с командой. Общение. Общение, тоже без общения никак. Так, с самого начала я помню, как Мунгем и Таля говорили, ну, Мунгем говорил, Таля тоже говорил, но вот я хочу процитировать Мунгема, что с партнерами ты общаешься еще больше, чем с семьей, чем с мужем, чем с женой. То, что, в принципе, у нас в жизни так устроено, то, что на работе мы обычно проводим больше времени, чем дома, если мы работаем нами. Соответственно, если мы строим бизнес и строим бизнес вместе с партнерами, то, соответственно, с партнерами мы общаемся больше. повезло тем, кто бизнес строит вместе, да, с семьей, тогда общаешься примерно на равных. Так, общаться нужно, общаться важно, чтобы знать, что происходит у человека в голове, чтобы знать, что происходит у него на душе и в бизнесе. Поэтому для всех, у кого есть партнеры, имейте в виду, да, то, что позвонить, спросить, как дела, можно еще наблюдать, допустим, за человеком, как он строит структуру, как у него закрываются бинары, и совершить один звонок, пообщаться, показать то, что вам не все равно, то, что вы о человеке думаете, что вы о нем заботитесь, это всегда очень-очень полезно. Так, инвестиции. Инвестиции, мы о них более подробно поговорим. Инвестиции в команду – это, наверное, один из самых лучших вариантов инвестиций, когда вы инвестируете в команду. Что можно в команду инвестировать? Ну, в первую очередь, время. Нет ничего ценнее, чем время. Правильно? Время – это самый ценный ресурс нашей жизни, единственный невосполняемый ресурс. Второе – это подарки. Подарки тоже, ну, мы все знаем, да, насколько у нас культура подарков развита в структуре. Таля задаривает с Мунгемом людей подарками просто, я не знаю, вагонами. Так, и деньги. Деньги, что здесь я имею в виду? Ну, это деньги на развитие бизнеса, это на те или иные мероприятия, это могут быть семинары, акции, те же подарки тоже, в принципе, к деньгам относятся. Но здесь я именно имею в виду вложения денежные для того, чтобы свой бизнес развивать. Да, мы говорим, что наш бизнес не требует вложений, он и не требует. Но если у человека есть видение и возможность, то денежные вложения могут ускорить процесс развития построения бизнеса и могут ускорить процесс также всего этого для партнеров, не только для себя, но и для партнеров. Так, как же все полетело? Мотивация тоже относится к работе с командой. И по поводу мотивации давайте тоже поговорим. То, что мотивация, она, в принципе, соприкасается со всеми этими аспектами. И с обучением, и с общением, и с инвестициями. Когда вы обучаете, когда вы общаетесь, когда инвестируете, вы тем самым мотивируете партнеров. И отдельно вот к мотивации хочу три вещи добавить. Это движуха, это командная движуха, которая сплочает различные тимбилдинги, это какие-то, может быть, совместные записи роликов. Кстати, да, сейчас конкурс идет на запись видеороликов от Али и Мунгема. В общем, какая-то командная движуха, которую либо придумали вы, либо кто-то из вышестоящих спонсоров объявил, где вы можете поучаствовать. Это тоже сближает. И когда человек причастен к чему-то общему, это также его мотивирует. Так, следующее. Утепление. Утепление, оно взаимосвязано также и с инвестициями, и с общением. Когда мы утепляемся с людьми, когда мы становимся ближе, каким образом? Пообедать, поужинать вместе, куда-то вместе поехать, какой-то корпоратив провести, какой-то праздник. Что-то, что не на 100% связано с работой. Что относится к работе, в принципе, тоже общение. Когда мы общаемся на разные темы, встречаемся, может быть, проводим время вместе. Здесь важно, в моем понимании, утепляться настолько, насколько это комфортно самим партнерам. Может быть, не всем это надо. Может быть, не все хотят с вами утепляться. Но если вы видите, что человек хочет, и если вы идете навстречу, то это также мотивирует человека. Он понимает то, что, опять-таки, вам не все равно, и уровень его значимости повышается. Так, и третье – это достижение. Что это значит? Для меня это было таким, может быть, небольшим открытием в самом начале, когда мы начали этот бизнес строить. Но это стало уже такой абсолютно правдой. Я думаю, многие со мной согласятся. То, что ваши личные достижения мотивируют всю вашу команду, и ваша команда в целом радуется за вас еще больше, чем вы сами. Я вот не знаю, насколько это справедливо для вас тоже. Напишите в чатике от 1 до 10. Когда вы, как лидер, поднимаетесь по рангам, когда вы входите в клубы, когда достигаете какой-то свой первый ранг, второй ранг и так далее, это очень мотивирует партнеров. Потому что они, видя вас, лидера, понимают, что, идя вслед за вами, они пойдут вслед за вами также, совершая, может быть, те же или аналогичные действия, которые совершали вы, будут также подниматься по рангам. Поэтому рост в рангах очень важен не только для самого лидера, но и для всего его бизнеса в целом, чтобы мотивировать людей. Так, ну, это все, что касается построения сети. На самом деле, вот эта вот схема, которую я тут изобразил, это такое краткое описание, то есть неполное. И я вот тут выделил разные уровни, да, вот оранжевый, цвет зеленый, желтенький. Это можно продолжать. И на каждую отдельный желтый кругляшочек можно проводить также отдельно семинар. Эти темы можно раскрывать неоднократно, можно раскрывать с разных сторон. И каждому зеленому кругляшочку можно еще добавить там по несколько желтеньких. Я указал именно те, которые считаю максимально важными, именно указаться сегодня в нашей встрече. Вы, кстати, это будет ваше домашнее задание. Вам нужно будет самим нарисовать свою суть бизнеса, как вы себе представляете, и указать свои кругляшочки, свои ветки развития и все, как связано. И посмотреть, что для вас важно и куда сделать больше всего акцентов. Так, давайте посмотрим. Согласны, да? О, я вижу десятки в чате. Так, шесть человек из 426 активны. Молодцы. Идем дальше. Масштабирование. Будем идти по порядку, по которому здесь все это нарисовано. Ну, первый пункт масштабирования – это семинары. И в семинарах здесь есть участие в семинарах и есть организация семинаров. В Корее, когда мы находились в Корее, начинали бизнес, и я часто слышал такую фразу на семинарах, то, что бизнес растет у тех, кто участвует в семинарах или кто приходит на семинары. То есть прийти на семинары, послушать – это одно, а выйти выступить – это уже другое. Вот кто выступает на семинарах, у них быстрее растет бизнес. В нашем случае я был убежден, что тот, кто организовывает семинары, у того бизнес растет еще быстрее. Потому что это масштабирование нашего бизнеса, когда мы можем собрать большое количество людей, и когда идет процесс дупликации, когда семинары проводятся регулярно, и когда больше людей приводят еще больше людей на семинары. Сейчас сложность в организации семинаров в связи с пандемией, но, тем не менее, где-то идут послабления, где-то что-то, пандемия, я думаю, с нами не навеки. Рано или поздно систематичность больших семинаров, я думаю, вернется. Далее. Города. Это выезды в города. Это захват других городов. Мы партнерам всегда говорим, что начинать бизнес нужно с сильных сторон. И чаще всего твои сильные стороны – это то место, где ты находишься. Получается, с тех навыков, которые у тебя есть, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь, и там, где ты живешь, где у тебя больше всего контактов. Большая часть людей начинает развивать свой бизнес со своего города. Когда уже свой город более-менее обработан, когда вы проработали список в своем городе, захват других городов – тоже очень важная тема. Я здесь не буду раскрывать тему городов и стран подробно, но вкратце скажу. По захвату городов и стран есть, наверное, две основные методики, как люди захватывают города и страны. Это либо находят там партнеров и пытаются их прокачать, развить, поддержать. И когда собирается команда, там более-менее уже выезжают в эти города и страны, проводят семинары, встречи, дарят подарки. И вот все, что касается работы с командой, все, что в построении сети было, применяем сюда. Либо бывает, когда человек выезжает в город или страну, где у него никого нет, и он там в поле находит людей. Этот метод более рискованный. Я на такой метод, наверное, лично сам никогда бы не пошел. Но, тем не менее, я знаю, люди так делают, я знаю, что у людей получается. Но здесь всегда есть риск, то, что результат может быть нулевым. Поэтому мы предпочитаем уже подготовить команду лидеров и уже потом выезжать в этот город или страну и поддерживать. Так, ну и интернет. Интернет, я думаю, всем понятно. Через интернет масштабирование просто без границ. Мы можем работать по всему миру. Благо, сеть нам это позволяет. И здесь я еще добавлю один пункт. Это свой путь. Это может быть не что угодно. Это может быть что-то свое, что, может быть, можете делать только вы, что подходит только вам. Это ваша уникальность. Это ваша, может быть, какая-то фишка, которую, ну, может быть, никто не может повторить. Либо может, но с трудом. Вот. Масштабировать свой бизнес важно. Потому что у нас глобальная платформа. И я думаю, достаточно... Ладно, не побоюсь этого слова. Скажу. Достаточно глупо не использовать глобальность этой платформы. Да, начинаем локально, со своего города, со своей страны. Но если мы кропотливо прорабатываем список, и если даже у нас нигде в других городах и странах нет людей, у наших людей или у людей наших людей есть эти люди. Даже прорабатывая только списки, можно найти, я думаю, практически каждый может найти, даже не практически, а каждый, людей в других странах. А заинтересовать их уже, замотивировать, это уже ваша работа. Так, ну, давайте далее. Д. Девиз. Когда спрашивают, в чем секрет успеха в Атоме, для меня всегда это непростой вопрос, а потому что сразу столько всего хочется сказать, хочется всю вот эту вот схему нарисовать. Но вкратце, вот в Корее, в том числе, лидеры говорят, что секрет успеха заключается в девизе. Почему так? Потому что то, что нужно строить сеть, то, что нужно прокачивать личный бренд и масштабировать свой бизнес, в принципе, наверное, понятно практически всем, может быть, даже всем. Но ценность и важность девиза понятны далеко не каждому человеку. И многие люди не верят в это, что это важно. И именно поэтому, я думаю, многие лидеры в Корее говорят, что секрет успеха как раз таки в девизе. И я с ними согласен. Это, и я вот такой флешмоб начинаю, да, небольшой бунт. Я предлагаю более правильный перевод девиза начать запоминать. Получается, на русский язык девиз перевели с английского языка, на русский, вот, получается, на русский с английского. А в английском языке там с дьепричастиями не так все хорошо. А в корейском как раз таки их использовали. То есть заботясь о душе, создавать видение. Это как одна фраза звучит. Ну, если я не прав, Таля, можешь меня поправить. Но в корейском языке, по-моему, она звучит именно так. Заботясь о душе, создавать видение. Потому что эти вещи, они связаны друг с другом. И когда эту фразу рассматриваете как одну цельную, я думаю, смысла еще больше становится. Что значит заботясь о душе? Это значит, поддерживая, помогая партнеров, в том числе заботясь о своей собственной душе, но в первую очередь о душе партнеров. Мы создаем видение. Создаем видение для людей, для наших партнеров, как строить этот бизнес. Не обманывать, не использовать, не заставлять, не принуждать. А именно заботиться о человеке и стараться максимально сделать все возможное, чтобы человек себя реализовал и добился успеха, чтобы он смог раскрыть свой потенциал. И следующая фраза звучит. Следуя вере, служить смирением. Здесь лично я понимаю это так. То, что здесь нужно верить. И в первую очередь нужно верить в себя. Без веры добиться какого-то результата, опять-таки, практически невозможно. Нужно верить. И я убежден, вот человек, все, во что он может поверить всем сердцем, для него это становится реальным. Если вы верите во что-то всем своим сердцем, для вас это реально. Если вы не можете поверить всем своим сердцем во что-то, для вас это значит, ну, пока нереально. Может быть, там на 50% верите, на 50% не верите. Ну, значит, это на 50% для вас реально. здесь верить нужно не только себя верить нужно и в компанию и в продукцию и бизнес и в партнеров и всегда повторяю тоже такую фразу что вера никогда не должна быть слепой вера должна быть оправданной фактами убеждениями личным опытом наблюдениями когда вы действительно верите не просто так а когда все это подпитана истиной и служить смирение помогать окружающим помогать всем чем вы можете здесь служить смирение я буду рассматриваю вот когда я представляю суть бизнеса не социальный вклад это входит тоже да то что мы служим смирение это социальный вклад в общество это помощь благотворительность и прочее но в плане развития бизнеса как я понимаю служить смирение то что мы помогаем всем чем можем и не только своим партнером думаем не только о своих партнерах и желаем добра не только своим мы желаем добра всем потому что мы все в одной общей лодке и чем лучше дела идут у всех нас тем лучше дела идут у компании и тем самым лучше дела идут у нас опять лично у нас соответственно если мы находимся в разных структурах это не значит что мы должны друг друга ненавидеть, мешать, завидовать и прочее, прочее. Нет, почему? Если есть возможность, если без ущерба можно помочь партнерам из других структур, почему бы нет? Именно из этих соображений, в том числе из этих соображений, был создан YouTube-канал еще в самом начале нашего пути, где мы выкладываем видео, где делимся своим знанием, видением и прочего. Ну, именно тоже по этой причине я провожу эту встречу сегодня для вас. Поэтому служить в смирении важно. Также еще в моем понимании служить в смирении, когда бывает такое, что мы работаем с людьми, и с людьми работать непросто. Бывают, люди задают одни и те же вопросы по много-много-много раз. Бывают, люди не понимают. Вы объясняете человеку снова и снова, он не понимает и не делает каких-то базовых вещей. Вы ему говорите, где он может посмотреть, что он может сделать, он этого не делает. И бывает, иногда это может действовать на нервы. И когда такие моменты появляются, я про себя отвержу, служить в смирении. Надо служить в смирении, надо это перебороть, надо человеку объяснить, чтобы он понял, что к чему. Раньше я повторял про себя другую фразу. Раньше про себя фразу повторял, а Мунгем бы это сделал. Когда мне было лень что-то делать, когда уже там пятый час ночи, надо спать, а там люди просят пробить заказы. Я хотел все это дело бросить, уже болят глаза, руки, задница, сидеть устало. Но ловишься на мысли, то, что Мунгем бы сделал, и сидишь делаешь. Вот. Сейчас я чаще повторяю фразу служить смирением. Так. Я здесь специально не развивал вот эти ветки, где про девиз. Это, опять-таки, повторю, это ваше домашнее задание. Развить каждый пункт, то, что заботишься о душе, создавать видение, следуя вере, служить смирении. Распишите для себя, что для вас это значит. Что для вас ценно и важно в построении бизнеса и в работе с вашей командой. Если, вот, давайте еще раз подытожим, почему вот это так важно, да, девиз. Потому что, если вы строите бизнес согласно вот этому девизу, вот, банально согласно вот первой строчке, заботясь о душе, то вы уже себя обезопасите от того, что у вас структура может рассыпаться. Какие структуры сыпятся? Чаще всего сыпятся те структуры, в которых как раз-таки не получилось построить человеческие отношения. Когда нет взаимоуважения, взаимопомощи, когда нет любви, нет понимания. А если у вас получится выстроить человеческие отношения, и когда бизнес отношения строятся на человеческих, когда есть чувство взаимовыгоды, взаимопомощи, взаимовыручки, то команда становится в разы сильнее и может добиться еще больших результатов. Вот. И здесь также на всех обучениях я такую вещь скажу тоже, услышьте меня, пожалуйста. Когда мы говорим что-то, когда мы делимся своим видением, как рекомендуем, советуем, как строить бизнес, примеряйте всегда это на себя. Это ваш бизнес, вы его строите. Очень часто, наверное, половина людей начинает примерять это все на своего спонсора. И потом начинает спонсору предъявлять и говорить, а вот Владимир на обучении сказал, надо заботиться о душе, а ты вот не заботишься. Ну, это я утрирую примерно, да? Либо Владимир сказал, что надо там подарки дарить, там время уделять, а вот ты не уделяешь, там ты плохой спонсор. Не надо так говорить. Я вас очень прошу. Мы, как лидеры, как дистрибьюторы, должны все примерять на себя, потому что именно от нас зависит наш бизнес, не от наших спонсоров. От нас и от наших партнеров. Так, ладно, давайте про личный бренд поговорим. Последняя вершина в наших квадрантах успеха это личный бренд. Первое, это контент. Что такое контент? Контент, это, ну, все, что угодно может быть. Это аудио, видео, текст, картинки. Это то, что есть где-то в интернете, допустим. Это могут быть социальные сети, там, видео на ютюбе, может быть, какие-то посты, может быть, ваши фотографии, статьи в журнале и прочее, прочее. Везде, где есть вы, либо все, что вы создали сами, что как-то ссылается на вас. Контент я развивать здесь не буду. Понятно, что сначала мы работаем на контент, а потом контент работает на нас. Следующее здесь это лидерство. Лидерство я тоже не буду тему раскрывать, это очень большая тема, на целый, можно даже на месяц обучения все это развернуть, но вкратце, что такое лидерство? Лидерство это выбор, который мы делаем, как партнеры, как дистрибьюторы, как этамиансы, и будучи лидерами, мы берем на себя роль и ответственность. Ответственность за свой бизнес. Если человек, вот прослушая то, что я говорю, начинает что-то предъявлять своему спонсору, то я про себя скажу, что он не лидер, он не взял ответственность за свой бизнес. Мы берем ответственность за свой бизнес, и только от нас зависит то, что получается у нас или не получается. Соответственно, лидерство также развивает наш личный бренд, и понятие лидерства, оно очень емкое, и очень много есть определений, кто такой лидер. Но есть такое краткое определение, то, что лидерство – это от английского слова, от английского глагола. Вообще слово «leader» с английского, получается, есть такой глагол «lead», «вести». То есть лидер – это человек, который ведет людей куда-то, который берет ответственность на себя, который показывает путь к успеху, который ведет людей к успеху. И здесь чуть поподробнее мы поговорим про экспертность, потому что про контент и лидерство, я думаю, более-менее это понятно, а вот насчет экспертности по наблюдениям не все делают акцент на том, что нужно повышать свою экспертность. И давайте вот этот пункт я немножко распишу. Экспертность. В первую очередь здесь я указываю продукцию. То, что, ну, друзья, надо продукцию знать. Следующий пункт экспертности – это о томе. Это то, что происходит в компании, это актуальная информация. Например, я всегда стараюсь участвовать, присутствовать на всех семинарах, которые проходят, на всех-всех-всех, потому что даже если, может быть, я слушаю семинары и там два часа ничего нового не говорят, но там могут сказать одну фразу актуальную, новую, свежую, которую очень важно знать. И я считаю, что это архиважно, чтобы я узнал об этом одним из первых и смог донести партнерам об этом, чтобы они смогли одни из первых узнать об этом. Потому что быть в курсе, быть в тренде, знать, что происходит, это очень важно. Это повышает вашу экспертность в глазах и команды, и партнеров, и потенциальных, и будущих партнеров. Поэтому все, что происходит в компании, все, что к компании относится, иметь ответы на вопросы, это все нужно знать. Это, кстати, еще одно из определений лидера, то, что лидер это тот человек, который имеет ответы на вопросы, либо человек, на котором заканчиваются все вопросы. У ваших партнеров появились вопросы, вы можете на них ответить. И ясное дело, что никто не знает всего и все знать невозможно, но нас никто не ограничивает по времени. Мы можем каждый день обучаться, каждый день узнавать что-то новое. Так далее. Это навыки, это то, что мы умеем делать. И это ментальность. Ментальность – это то, что у нас в голове. Это то, как мы мыслим, то, как принимаем решения, то, как мы работаем с нашими эмоциями. То есть мы контролируем эмоции, либо эмоции контролируют нас. Мы контролируем свое тело, либо наше тело контролирует нас. В общем, ментальность тоже очень важна. И что касается продукции, здесь два пункта я укажу. Это потребление и изучение. Потребление продукции это очень важно. Изучение тоже важно. Эти оба аспекта важны. И чтобы именно приобретать экспертность в области продукции, я думаю, нужно и то, и другое. Бывает, человек только изучает продукцию. Но если человек только изучает продукцию, он ее знает в теории. Если человек потребляет продукцию и знает ее на практике, это даже лучше, чем знать ее в теории, на мой взгляд. Но если человек комбинирует, он ее и попробовал, еще чуть-чуть изучил, знает, что из чего для чего сделано, почему, зачем и как. Опять-таки, главные интересующие нас вопросы. то он сможет более понятно и развернуто донести это до людей при необходимости. Так, что касается повышения экспертности в области нашей компании. Первое, что здесь указываю, это команда. Что это значит? Это значит, что мы повышаем нашу экспертность по компании в рубрике нашей компании вместе с нашей командой, вместе с нашими спонсорами, вместе с нашими партнерами. То есть мы получаем обучение, мы получаем новости, информации и прочее-прочее. Тоже вот такой пример. Не все входят в Royal Club, но находясь в Royal Club, ты получаешь доступ, может быть, к большей информации. И когда ты получаешь эту информацию, ты стараешься с лидерами поделиться этой информацией, что опять-таки повышает экспертность. Так, семинары. То, о чем я уже говорил, почему мы на всех семинарах стараемся присутствовать, чтобы быть в курсе, что происходит в компании. Какие планы, новости, итоги, развитие и делиться с этим потом с партнерами. Так, что касается навыков, метальности, ну и опять-таки экспертности в плане атомии, здесь еще один пункт, это самообучение. Что значит самообучение? Это когда вы обучаетесь, когда вы целенаправленно вкладываете свои силы, инвестируете свое время в обучение. Это может быть практически что угодно. это может быть тоже просмотр роликов, чтение книг, это может быть вы делаете что-то на практике, ищете, поглощаете информацию, либо что-то осваиваете. Что касается ментальности, я еще два последних пункта здесь изложу, это тренинги. Не все, точнее даже не все, даже скажем так, практически никто не обладает сразу там, может быть обладает, не знаю, но по моему мнению, что это приходит все равно со временем, не обладает готовой лидерской ментальностью, хотя может быть кто-то рождается лидером, я не знаю, но по моим наблюдениям у большинства людей ментальность, она прокачивается со временем. Я люблю приводить такую одну цитату, что для того, чтобы добиться успеха в любой области, необходимо три аспекта. Первый, это набор необходимых навыков, второй, это прокачка разума, и третий, это возможность. Как бы о том, это возможно для всех, я думаю, с этим никто спорить не будет, а набор навыков и ментальность, она прокачивается в процессе. Даже если, может быть, ваших навыков ментальности пока не хватает, недостаточно силы ментальности, недостаточно навыков, но в процессе, опять-таки, нас никто не ограничивает во времени, мы можем все это дело развивать. И тренинги, они помогают как раз-таки прокачивать ментальность, потому что люди чаще всего даже не догадываются, что может быть где-то что-то в голове, у них какие-то тараканы мешают для развития бизнеса, что где-то какие-то выводы, где-то какие-то сомнения или какие-то убеждения даже, что на самом деле это все заблуждение либо недопонимание. И чаще всего, когда человек находится в заблуждении и недопонимании, он этого не понимает. И на тренингах, на хороших, правильных тренингах как раз-таки человеку профессионал может помочь раскрыть в себе те или иные аспекты, и человек становится сильнее, когда понимает, что где-то он что-то может быть не так думал, где-то может быть, что он был неправ. Так, ну и один из самых главных наших учителей это жизнь. Я думаю, жизнь это наш главный тренер, потому что жизнь случается, в жизни случается всякое, мы растем, и мало кому бывает легко, у всех свои трудности, у всех бывает своя драма, у всех свои нюансы, и никто, я думаю, не прокачивает нашу ментальность, нас самих так, как это делает наша жизнь. Вот. Вот вкратце, вот такая простенькая схема, это то, как в голове у себя представляю, в чем заключается суть бизнеса. Это не все, это не все, о чем мы сегодня поговорим. Давайте я посмотрю, почитаю ваши комментарии. Так, меня зовут Владимир, не Александр. Так, смотрите, с тем, что нужно обучение для начинающих. С самого начала тоже совет такой, конечно, он не всем подойдет, но тем не менее, может быть, кто-то услышит. То, что если чего-то нет, если чего-то не хватает, сделайте это. Это лидерский подход. Если вы вот чувствуете, не хватает команды обучения, сделайте обучение для своей команды. Потратьте на это время, вложите на это время. Вот я не жду слова потратить. Потратить можно деньги. Время мы вкладываем, инвестируем, развиваемся. Ольга оценила депричастие. Спасибо. Спасибо всем за обратную связь. Вообще, в формате обучения встреч в Zoom и обратная связь, она очень важна. Так, ну что, поехали дальше? Талия выделяет 40 минут на наши встречи и в прошлый раз я 40 минут более-менее уложился, но сегодня Талия извините чуть-чуть. Я особо не ограничиваю, просто примерно сказала. А, да? Можно, да? Окей. Смотрите, я вернусь к квадрантам успеха, вот атомной основе и уменьшу масштаб, чтобы было чуть понятнее. Хочу показать два кейса. Сильно много не буду развивать, вы можете сами себе представить, в чем как бы идея всего этого заключается. Не только в визуализации, но и в понимании. Почему у кого-то получается лучше, у кого-то может быть хуже. Почему бывают разные кейсы. Вот, например, есть человек, мы рассматриваем вариант супер-рекрутер. И здесь вот такие оси у нас действия и способности. То есть количество действий, которые совершает человек и на что он способен. И, допустим, представьте себе, приходит к вам в команду супер-сетевик. То есть сетевик, у него 200 лет стажа, опыта работы, он много что умеет, много что знает, и он сразу большое количество людей регистрирует. И вот эта фигура, которая тогда получается, то есть представьте, что вот эта основа, это успех, площадь этой фигуры, это площадь, размер вашего успеха. И вот эти направляющие стрелки, которые он рисовал, это те направляющие вершины, в которых растягивается эта фигура. Если получается, в данном случае наш супер-рекрутер не масштабирует бизнес, не развивает личный бренд и не смотрит на девиз вообще, а просто регистрирует большое количество людей. Вот зарегистрировал миллион людей. Да, у него получилась приличная площадь, и вот мы оцениваем способности и действия на 100. То есть, это, допустим, очень высокий показатель, что это супер-человек, он совершает огромное количество действий, пашет как целая армия, у него огромное количество контактов, ну, у него получается вот такая площадь успеха, он добивается какого-то результата. Может быть, сразу Шароном стал, например. И другой кейс рассмотрим. То есть, он только в построении сети, да, ушел. Другой кейс, когда вот сбалансированный партнер, когда он менее способен, в данном случае в два раза, да, менее способен, и, может быть, в два раза менее действий совершает, что касается рекрутинга, но зато он работает согласно всем остальным аспектам. То есть, и построение сети, и масштабирование, и видение, и личный бренд. Площадь тогда вот этого успеха становится больше. И, соответственно, результатов он, скорее всего, тогда достигнет больших. Вот для сравнения площадь предыдущего и этого примера, да, сравнения. Это визуализация моего понимания вопроса, который, наверное, мучает многих. Почему у кого-то получается, у кого-то нет. Почему у кого-то получается, а потом у него все рушится. Почему у кого-то бизнес всегда растет, а у кого-то нет. В общем, разные случаи бывают. Бывают по-всякому. Почему так? Я думаю, в данной ситуации нужно проанализировать, как человек строит и развивает бизнес. И, соответственно, еще две такие вещи, то, что я здесь ввожу два таких понятия, как сила плюс и сила минус. Сила плюс это то, что увеличивает наш бизнес, усиливает наш бизнес. И сила минус это то, что бизнес наш разрушает. давайте хотя бы так сделаем. Тут забыл анимацию добавить. Ну ладно. Пусть будет в общем тогда одним потоком. Сила плюс пять основных пунктов, которые здесь указывают. Это целеустремленность, это действие, позитив, любовь и победа достижения. Целеустремленность. Почему это важно? Потому что, если человек действительно по-настоящему целеустремлен, то это одна из самых сильных сил вообще, которые могут быть в построении нашего бизнеса. Поэтому постановка цели, декомпозиция цели, жизненный сценарий, поэтому все эти вещи так важны, чтобы у человека была целеустремленность. Ну, если у человека есть целеустремленность, то, соответственно, он будет переходить к действиям. Без этого никак. Чего, может быть, у кого-то не хватает, так это вот позитивы. Не все строят бизнес с позитивом, потому что, особенно в начале пути, бывает такое, то, что, может быть, негативного опыта больше, чем позитивного. Но, опять-таки, мы всегда повторяем то, что все, что происходит в нашем бизнесе, это хорошо. Даже если это абсолютно негативный опыт, даже если вас обманули где-то что-то, я не знаю, совсем-совсем негативный опыт. Это опыт, друзья. Мы строим бизнес, и мы не в игрушки здесь играемся, мы действительно строим большой глобальный бизнес, и все, что происходит с нами, все, что происходит с нашим бизнесом, это опыт. И здесь мы приобретаем столько опыта, и чаще всего мы его приобретаем достаточно дешево. Например, в традиционном бизнесе многие люди приобретают ценный опыт, потеряв несколько миллионов долларов, потеряв бизнес полностью. Здесь все, что происходит у нас, обычно у нас не такие большие потери, и в любом случае это опыт. И если мы смотрим на это как на опыт и учимся, то мы становимся сильнее и больше как лидеры. Любовь важный аспект, и в первую очередь нужно любить себя. Так трактуются и философские всякие учения, и я сам тоже в этом убежденно соглашаюсь, то, что человек способен полюбить кого-то настолько, насколько он способен полюбить себя. Если человек себя не любит, то ближнего он тогда навряд ли сможет действительно полюбить. И если человек себя действительно любит, и он разобрался, что к чему, то он будет пахать, он будет совершать действия, он будет целеустремленным, потому что если он нашел для себя что-то ценное в компании, значит, эта компания для него, значит, это тот инструмент, который позволит ему изменить жизнь. Ну и победа, достижения, они также очень важны, это как внутренняя мотивация, если мы что-то делаем, и не получаем никаких результатов, то у нас идет демотивация, а победы делают нас сильнее и увереннее. И, соответственно, сила минус. Это трудности, с которыми мы сталкиваемся, они есть всегда, будут всегда, трудности бывают разные на нашем пути, это бездействие, то есть противовес действиям, когда мы не делаем ничего. Есть такой вот, не знаю, тоже лидеры, согласитесь или нет, но мы такое наблюдаем. Если мы начинаем работать чуть меньше, мы замечаем то, что и вся структура начинает работать чуть меньше. Если мы начинаем прям впахивать, мы замечаем, что и структура начинает впахивать, потому что люди смотрят на вас, и, возможно, у кого-то тоже возникает такая мысль, как возникало у меня, то, что Амунгем бы сделал, может быть, кто-то видит то, что я там в 3-4 часа утра не сплю, и думает, ну, окей, я тоже поработаю. Так что бездействие – это разрушающая сила. Токсичные мысли – одно из основных, это тоже тема отдельных семинаров, что бизнес наш разрушает, точнее, не разрушает. Разрушение бизнеса идет тогда, когда сила минус больше, чем сила плюс. А токсичные мысли, они увеличивают вот эту негативную силу. И если токсичные мысли преобладают над нами, они переходят в токсичные действия. Вот токсичные действия уже это отдельная тема, которая действительно разрушает бизнес. А токсичные мысли, они могут возникать у любого человека, и это нормально. Здесь важно, что мы с этими мыслями делаем. Что такое токсичные мысли? Это, о, у меня плохой спонсор, он мало людей регистрирует, что-то он мало работает, что-то там другой спонсор лучше, то, что, о, у меня партнеры плохие, а партнеры на него смотрят и думают, о, у меня спонсор плохой, и получается такой цикл. Токсичные мысли это проявление человеческой слабости, и это абсолютно нормально, если у человека появляются токсичные мысли. Здесь важно, что он с этими мыслями делает. Когда, когда мы начинали, в самом начале, я помню, у меня у самого тоже было много токсичных мыслей. А что там, Таля, там людей туда не подкинет, а что там, Таля, вот это не сделает, у него там все так много. Но я никогда эти мысли не озвучивал и всегда их побеждал. То, что, ну, не надо так думать, надо просто работать. В общем, друзья, самому порой бывает сложно победить токсичные мысли, и, соответственно, вашим партнерам тоже может быть сложно. Поэтому очень важно ваше участие, ваше наставничество, обучение, общение, утепление и все прочее. Потому что, если эти мысли начинает человека съедать изнутри, растет какое-то недовольство, это потом может привести к плачевным последствиям. Ну, следующее, что я тут указываю, это заблуждение или неправильные выводы, когда человек делает неправильные выводы. Вот в самом начале, когда Таля с Магьемом приехали, рассказали маркетинг-план мне, я сделал неправильные выводы. Потому что я не все понял до конца. Многие вещи мне не озвучивали, ну, за два часа там все не озвучишь. Но из того, что я услышал, я сделал неправильные выводы. Хотя, в принципе, то, что мне сказали, понял достаточно правильно. Всю механику и прочее. Но, как оказалось, все вот эти подводные камни, которые для себя тогда нашел в компании, на самом деле, это не подводные камни, а просто гениальная система, что до меня дошло только через несколько месяцев. Ну, и последнее, это скука. Если человеку скучно, то чаще всего он находит то, что ему интересно. И у него может пропасть интерес к построению бизнеса в атоме, и он может уйти играть в другие игры. Условно, да, игры. Это может быть другой бизнес, другой проект, это может быть просто быт, жизнь, либо еще что-то. Когда человек находится в интересе, когда ему действительно это интересно, то сила плюс растет, а когда ему скучно, растет сила минус. Так, ну, и соответственно, сила плюс, сила минус. Вернемся к нашей простенькой схеме. Когда сила плюс, повторюсь, у нас больше, чем сила минус, у нас наши вершины успеха растягиваются, и площадь наших квадрантов успеха увеличивается, тем самым увеличивая наш успех. И также для понимания, если кто-то захочет придраться к тому, что я говорю, это визуализация, это упрощение. Любое явление жизненное достаточно сложно отобразить как-то на бумаге, достаточно сложно систематизировать. И вот это мое видение, как это можно перенести именно на полотно, на бумагу. То, что действительно площадь этих квадрантов, я представляю себе, это как успех. И почему иногда человек добивается какого-то результата, потом с этого результата скатывается? Потому что сила минус начинает быть больше, чем сила плюс. И у него площадь, вместо того, чтобы увеличиваться, она начинает уменьшаться, сжимается. Поэтому очень важно постоянно развиваться, усиливать себя, обучаться постоянно тоже важно, потому что, как я уже говорил, невозможно за один раз обучиться всему. Это процесс, который будет вместе с нами идти бок о бок всю нашу жизнь. Сейчас такое время, сейчас это тренд, то, что мы обучаемся всю жизнь. Если раньше человек мог обучиться в школе, там где-то в университете, и ему этих знаний хватало, чтобы всю жизнь прожить, даже не касательно атомик. Если брать просто современную жизнь, то сейчас дела не так обстоят. Сейчас ценятся не те знания, которые мы приобрели в школе, в университете. Сейчас ценятся те качества, навыки, которые мы в себе прокачали, и насколько мы способны обучаться, адаптироваться, насколько у нас сильная ментальность, насколько мы стрессоустойчивы. Кто знает, есть такие понятия, как LQ, EQ, и то, что они сейчас гораздо важнее, чем IQ. Если раньше на IQ внимание обращали, то сейчас именно LQ, EQ гораздо важнее в наших реалиях. И это очень хорошо применимо к нашему бизнесу, потому что бизнес тоже современный, идет в ногу со временем. Поэтому нужно развиваться всегда, увеличивать силу плюс и стараться максимально уменьшить силу минус. И напоследок здесь вот такая, может быть, немножко плохая новость и хорошая новость. Плохая новость в чем? Для того, чтобы сдвинуть вот это все с места, для того, чтобы у вас площадь вашего успеха, ваших квадратов успеха начала увеличиваться, нужно приложить большие усилия. Если усилия небольшие, если вот эта сила плюс достаточно небольшая, даже если во всех направлениях вы будете что-то делать, то навряд ли это все будет увеличиваться. Но здесь есть замечательная новость, замечательная новость в том, что вы этот бизнес строите не одни. То, что вся эта сила плюс, она складывается вместе со всеми вашими партнерами. Все, что делает ваши партнеры, также увеличивает вашу и силу плюс, и силу минус. И чаще всего, если какая-то структура потухает, чаще всего это начинается именно снизу. Когда внизу партнеры начинают, у них сила минус становится большой, все сужается, уходит там в точку, может быть, изначально атомная основа не была заложена как следует, может быть, изначально не было понимания. И такие партнеры по цепочке начинают потухать, потухать, тушить лидеров сверху, вышестоящих, скажем так. Если партнер внизу начинает сдуваться, если от него идет негатив, это все влияет на человека, который находится выше. И так по цепочке бывают какие-то ветки и перестают заниматься проектом. Что делать, чтобы избежать этого? Опять, все, что здесь сказано, особенно в пункте работы с командой и особенно в направлении девиза. Работать с командой, общаться, утепляться, мотивировать, обучать, уделять свое время, инвестировать в себя, отдавать себя в структуре, делать все, что зависит от вас, все, что вы можете сделать. Тем самым подпитывая новичков. Почему от самого начала тоже Мунгем делает акцент на то, что новичкам всегда сложнее? То, что новичкам нужно всегда помогать, потому что это очень важно, потому что новички – это наше все, приток новых людей – это тоже наше все. Когда люди приходят, чтобы они оставались, чтобы они обучались, росли и приводили новых людей, тогда и наши партнеры растут по рандам, тогда и мы растем по рандам. Это очень важно. Так, у меня там есть еще слайды? Нет, слайдов больше нет. Что-то еще я хотел сказать, но если я что-то хотел сказать очень важное и не сказал, значит, в следующий раз. Почитаю ваши комментарии. Так, запись. Ну, Таля выкладывает все на YouTube, и на YouTube у Таля будет запись. Поэтому не переживайте. Книгу написать. Я обязательно напишу несколько книг, в том числе про Атоми. Где я учился ораторскому искусству? Я думаю, у меня два главных тренера были по ораторскому искусству. Первый это Стелла Хигай. Стелла чудесный, замечательный тренер, и как раз-таки ее тренинг по публичным выступлениям один из самых коронных. Несколько раз я проходил этот тренинг. Ну, и второй тренер это жизнь. до Атоми несколько лет я занимался преподавательством, преподавал IT-технологии для ППС, профессор преподавательского состава в Казахстане. И в том числе, ну, хотя то, что в Корее преподавал русский, но она вряд ли как-то повысила способность выступать. Вообще, в первый раз на сцене, в первый раз на семинаре в качестве спикера я оказался, когда вот первый раз проводил семинар в Казахстане два с лишним года назад. Я тогда даже сам не знал, как я себя буду чувствовать и вести на сцене с микрофоном в руках перед аудиторией. И вообще ничего не знал, смогу ли я полтора часа выступать, хватит ли меня на два часа. Ну, как оказалось, я тот еще болтун. Возможно, гены тоже как-то на это влияют. Так. Плохо слышно кому-то было, да? Ну, раз, раз, раз. Вроде все работает. Хорошо слышно. Хорошо. Нормально. Ага. Вот. Спасибо всем за обратную связь. Смотрите. Основная моя цель. Для чего я все это вот так вот изобразил? Для наглядности. Чтобы человек посмотрел как бы вот на мое видение, в чем заключается суть бизнеса. И если где-то что-то не хватает, если он видит то, что вот этот аспект в команде как-то не прокачен. То, что может быть, стоит усилия какие-то приложить, чтобы прокачать ту или иную часть по той или иной направляющей. Здесь бывает такое, что может быть, человек думает как бы, ну, может посмотреть и сказать, я, например, бизнес не масштабирую, или, может быть, я там людей особо не рекрутирую, но у меня все хорошо. Но это значит то, что ваша команда компенсирует, может быть, ваши слабости. Там, где у вас не хватает, ваша команда все это дело компенсирует. И вот, что я хотел добавить, скорее всего, это то, что очень важно понимать все равно по возможности, то, что вам как лидеру для команды, для партнеров нужно развивать свой бизнес, растягивать свои квадранты по всем направлениям. Даже если на каком-то этапе вы можете думать, то, что вам уже не надо людей регистрировать, даже если вам это не нужно, вы так считаете, если даже на самом деле это не нужно, поверьте, это нужно вашим партнерам. Талли, например, насколько знаю, людей регистрируют очень активно и радуются тоже, как и мы, каждой регистрации. Каждая регистрация, которая приходит к нам, мы тоже радуемся, как дети до сих пор, то, что пришел человек, хочет с нами работать. Счастье, счастье. И, соответственно, мы стараемся сделать максимально, чтобы к нам люди приходили, и если есть возможность, мы сами люди тоже приглашаем, мы от этого не отказываемся. Да, как бы, не всем это комфортно делать, нам в том числе, но мы понимаем, то, что может быть, как бы, для нас, если особо это, какой-то, хотя для нас это тоже нужно, но мы понимаем, насколько это важно и нужно для партнеров. Поэтому продолжайте развиваться во всех направлениях. хотелось бы побольше кратких, емких роликов. Ну, с емкостью проблем вроде бы нет, вот с краткостью, видимо, я не очень талантлив, раз не могу изложить то, что хочу сказать, кратко, но я над этим думаю. Может быть, когда-нибудь придумаю, как что-то излагать кратко. Так, я не успеваю читать комментарии. Друзья, я не успеваю читать комментарии, я давайте сохраню все, что вы написали и прочту, чтобы никого не задерживать. Я не могу сохранить, Таля может сохранить. Ладно, Таля, сохранишь, скинешь потом мне текст? Я не знаю, как его сохранить. Ты мне подскажи, потому что пыталась и не нашла. Его, наверное, настройках надо? Возможно. Ну, у меня обычно автоматически сохраняется. И когда в чате там где-то три точки, там, по-моему, где-то есть сохранить чат. Вот я искала и не нашла. В трех точках нет. Так, ну, тогда я сделаю Ctrl-A и Ctrl-C. Все. Пишут, сохраняются в отдельном файлом, но я сколько раз пыталась, у меня не получилось. Ну, у тебя записи куда сохраняются? Обычно там есть отдельно аудио, отдельно видео с аудио и отдельный текст. у меня на компьютер не сохраняются. Именно поэтому я в YouTube делаю записи. А, окей. Ну, тогда сейчас я все выделю и сохраню. так, ну, что, Спасибо большое. Я вижу очень много откликов. Я думаю, был очень полезен этот эфир для многих и поможет в их работе. Я вот думал несколько недель перед тем, как поехать в Кыргызстан. Мне вот хотелось вот это вот показать, я не знал как. Когда я вот тебе придумал эти квадратики, стрелки, кругляшочки, где-то три часа утра по-моему было. Такой довольный был. Побежал к жене, бужую ее. Говорю, Мика. Она говорит, я-то что-то придумал, людям расскажу, классно будет. Тали тоже написал. Тали, когда там есть время, давай записывай. Я хочу кое-чего людям рассказать. Так, не копируется текст. Нет, я сейчас в Казахстане. Так. Ну, всем спасибо за активность, за внимание. Надеюсь, это было полезно. спасибо Тали за возможность. И хочу всем пожелать успехов, друзья. Да, не копируется чат. А, вот, я нашел, где сохранить. там, где смайлик, там есть документ, листочек такой, на него нажмешь, и он спрашивает, куда сохранить. А, нет, это отправить файл. Ладно. Что-то у меня как-то по-другому в зуме, по-моему. Но, в целом, я большую часть сообщений прочел. Всем-всем еще раз большое спасибо. Так, в Казахстане я сейчас в Алма-Ате. Караганда, кстати, единственный крупный город в Казахстане, где я не был. Мне 36. Мне не 34. 34 мне было два года назад. Я 85-го года рождения. Так, ну все, давайте всем пока. Увидимся на следующих эфирах. Спасибо большое. Завтра у нас тоже еще эфиры будут. Всех приглашаем. Давайте, пока-пока. Спасибо еще раз, Владимир. Всего хорошего. Всем пока.